Хороший на входе, когда вы перекрываете уходите в сторону, особенно если от ударов начинаете и у вас идет перебивание любая рука, даже на самом деле, не остановит такого движения вот она, как говорится, встречная была была вот здесь это в слух такие удары вот они удары без замаха вот такие вот, это все работает если у вас были здесь руки, у вас здесь руки работают то есть этот вы привыкли а этот удар а вот этот удар потом этот же удар на кок вот он, вот он рука встает для того, чтобы работать на коксе ведет на по почвам на затмите пальчики пальчики на головы на весь арсенал это рубище рубище, как говорится, действие или называются, как говорится, сорокапятки на пятки то есть это вот на опускание желудка вниз с ней очень неприятной визе ну то есть она, как правило, когда уходится ее за крошку движение под сорок пять дальше кстати кружка пива движение вверх кстати моя задача, как говорится вот я его дернусь а потом поднять это называется кружка пива ровное попадание в кочку или печень вот я таким движением то есть это нокаут или нордав да обычно, как говорится рубящим моментом опять же, вот же если вы отсюда дернули вот конверта возможна когда вы загрузили вверх то есть наоборот вы загрузили именно рубящим зачастую я наблюдаю такую картину тадам вот так в таком положении поднесли ну если он немножко подсобранный собирает посудово тяжело редко кто пробивает отседово и никто никогда не пробивает такие вещи для этого не требуется замок движение корпус ключицы сам корпус сам корпус то есть возможно вы также можете пробивать корпус всаживать 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 и всаживать абсолютно так же все в зависимости от дистанции что я сейчас хочу чтобы вы именно попробовали это вот эти вот сорокопятки вот эти вот сорокопятки предплечья вот они так называемые по шейной зоне колчки убираем корпус строкопятки работа локтями предплечья так называемый кулак кулак сразу старая школа боксов специализировалась на ударах во плак то есть сразу шло в изгиб кистей с вот первой стороны здесь вот косточка сделана если ее ну ломать нет если травма уже функционирует плак не будет нормально шел сразу же удар костяшки далее что еще шло работа в изгиб те же боковые всевозможные рубищи причем рубищи такие это хочу сказать старой школы боксов абсолютно все более как говорится эксклюзивные варианты это работа на то есть травму внутренней стороны прям с прямака вот и работа по как говорится на травму пальцев большого сразу же хампу это как раз буквально первые минуты то есть начинаем с рубищи с рубищи с рубищи с рубищи точнее все возможно на убирание руки то есть для чего на удар 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 на пробивание дальше в локтевую зону в локтевую зону на пробивание статки ставки под кем и медленно сейчас все все мы знаем да ребята медленно вот это вот это вот это это все удар по рукам на пробивание и получается работа по рукам начнем с простого раз два три пять шесть семь восемь девять взбивы травмирующие удары по рукам подплыв я начинал начинается сбив трав удар подбив впад и так далее основная задача именно ее ее сбить сбить загрузить удар удар вот сейчас мне впад ну никак не везу это рука моя контролируется его А эта ручка у меня свободная. Говорят, можно у затылок? Правильно! Но если я маленький, а он большой, высокий, это не факт. И я стремился вниз. Один из вариантов таких достаточно хороших, это удар в бедро. Значит, вот коленечко. Если я буду пробивать чуть выше колена, значит, заметьте, не в налогу пробивать, чуть выше. Ему будет очень некомфортно. С учетом того, что я буду пробивать в нормальном положении, может получиться так, что мы с ним окажемся на одном уровне дальше. Это вам к слову. К чему это? Делаешь раук. Ходишь? Раук вниз. Хоп! Вот зачастую раук вниз. С этого положения вы должны уметь бить в внутреннюю сторону бедра. В пах. Внешнюю сторону бедра. Значит, что можно бить? Прямой. Внутренней стороны вообще все почти. Значит, паховые проникающие, паховые рубящие загребающие. И вот такие вот. При сдвижении раук делается удар дном с председанием, с тетю. Это удар делается просто предплечьем. Чуть выше колено, да? Да. Вот сюда вот. Особенно товарищ волосистый работ, и вы подсели. И эта работа волосистая часть, из-за чего это разгребание. Поставь вот так. Движение. Бам! Бам! Отсюда. И идёт именно так. И идеальный вариант это. При завязке раук, я делаю это. Удар в брос, или сущий ногой. Сто процентное рассечение, собственно. Система та же. Сокрепощён идёт в любом корпусе. Бам! Бам! Вот она. Работа идёт, короче говоря, в ближнем бою. Вот я что делаю. И вот с этого положения, мне не нужно какое-то расстояние разбеграться к другу. С этого положения. Я делаю следующее. Я делаю подтяг с ударом. Чтоб было понятно сопоставимо. Это вот. Это вот. Это вот. Вот он. Вот он. Ты что там каков? На! Подтяну. Да!